Привет, друзья! Сейчас пополню... Давненько не записывал ролики. Неожиданно нажал даже на трансляцию. При предыдущей попытке его записать по привычке уже это было не специально. Сегодня пополню рубрику шедевры. То есть, соответственно, партия будет не моя. И эта партия, она будет записана в преддверии следующего ролика, потому что очень перекликаются идеи. Итак, по поводу шедевров. То есть, очень красивых партий, которые мы с удовольствием пересматриваем. Не всегда даже боевой дебют в партиях между интересными шахматистами боевыми предвещает серьезную такую борьбу. В частности, в этой партии между Артемом Тимофеевым и Денисом Хисматулиным позиция достаточно быстро уравнялась. И постепенно стало казаться, что ничья неизбежна. То есть, партия перешла в Эншпель достаточно быстро. Видите, фигурки размениваются. Плохих фигур у черных нет. Не осталось. У белых тоже нет. Активных идей не так уж и много у обеих сторон. Ходом А6, А5 черные показали, что играть Б7, Б5 они не планируют. Белые Б3, Б4 прорваться не могут, потому что тогда конь на С5, да он и без прорыва Б3, Б4 уже фактически вечный. То есть, его крайне сложно согнать. И ничего не предвещает нам здесь интересной борьбы. Черные на всякий случай еще захватили пространство на королевском фланге. И кажется, что их позиция ну совершенно безоблачна. В общем-то, так оно и есть. Позиция равна. И поверить в то, что партия попадет в рубрику шедевры, не у каждого сейчас получится. Но очень здорово, когда два боевых шахматиста борются до конца. То есть, вот то, чего мы не увидели в последней партии последнего матча на первенство мира между Карлсоном и Каруаной, чего мы не увидели, ну, частенько не видим в партиях сильных гроссмейстеров. То есть, вот позиция уравнялась, у Карлсона обычно находится способ троекратно повторить позицию. То есть, после ладья Д1, ладья А8, в ответ на ладья Д5, у черных вместо конь С7, был простой ход. Конь Ф4, напали на Ж2, напали на ладью, ладье приходится уходить. После конь Е6, вполне разумное повторение ходов. Вместо этого черные пошли конь С7. Видимо, может быть, специально провоцируя противника на жертву качества. Но сейчас можно взять на Б5 ладьей. После этого, вряд ли, оценка сильно изменится в пользу белых. Скорее всего, все равно оценка будет такой, что ничья наиболее вероятный исход. Но, Денис Хисматурин проявил принципиальность и взял конем на Б5. После АБ, совершенно очевидно, что черные неизбежно проводят Е6 и Д5, и ладья Б6 не теряется. Тем интересней, посмотреть, что придумал Артем Тимофеев. Итак, для начала атаковано пешка А5. Потом конь. Конь встает так, чтобы в случае Д5 можно было коня на Д5 поставить. То есть, на ЕД последует, конь бьет Д5. И, в общем-то, у белых видно, за что они вот в этой позиции качество отдали. Давайте покажу. ЕД конь бьет Д5, висит ладья, если ей отойти, то конь с Е7 вилкой. Вот. Поэтому черные пока что делают логичный ход ладья Д6. Хотят сыграть Б7, Б6, хотят взять на Д5. И, в общем-то, создается потихоньку впечатление, что две ладьи рано или поздно окажутся сильнее, чем ладья с легкой фигурой. С5 ход выглядит уже таким, как сказать-то, ну, практически обязательным. Ладья вынуждена отойти. Теперь у белых нет хода Д5, Д6, потому что черные просто подорвут Б6, БЦ и пешка Д потихонечку станет слабостью. Но у белых на уме нечто другое. Король Д4. Теперь в случае ЕД конь отправится на Д5, а за ним и ладья будет готова вторгнуться на Е7. Причем, кстати, я не уверен в ходе конь Д5, есть еще идея конь Е5. И как ладья на Е7 готова заползти, так и конь на Д6 и на Б7. То есть, что конкретно выбрал бы Артем Тимофеев мы не знаем и ну не знаю, нам надо у него спросить, конечно. Черные здесь сыграли очень интересно. Ладья С8 поставив колоссальную ловушку. Белые бьют на А5 и получают в ответ шаг. Если теперь король уходит на Е4, то после ладья бьет С5 позиция белых совершенно безнадежна. Надо уходить на С4. И теперь Б6 вилка. Если опять же отойти ладьей на А7, то последует ладья бьет С5 и у черных комфортная игра на два результата. Выигрывают или нет. Вероятность выигрыша намного выше, потому что Конь Е3 принимает участие в игре только как защитник слабой пешки Д5. Почему? Благодаря следующему ходу эта партия попадает в рубрику шедевры. Ходом Б3 Б4 Артем Тимофеев защитил пешку С5 ну и наплевал на свою ладью. И ну естественно черные бьют БА потому что иначе ладья пойдет на А6 и 3 связанные пешки несомненно сметут при поддержке ладьи и коня силы черных. Последовало БА БА и вот даже сегодня глядя на эту позицию мне не верится что 4 пешки поддержанные лошадью и королем окажутся сильнее двух ладей. проблема в том проблема главная проблема черных в том что они не могут эти ладьи выпустить запустить в тыл к белым фигурам. то есть с той ладья 1 на 1 2 на Б2 разговор был бы совершенно другим но черным пушкам не удается выйти из своего лагеря. Ладья А8 понятно на слабость напали и попытка как-то все-таки вырваться но она не проходит то есть белые белые пешки начинают рваться вперед на король С7 скорее всего последует король С5 и на ладья бьет Е4 Б6 шаг на С8 уходить нельзя как из-за Б7 так и из-за конь Д6 на король Б8 последует А7 и после ладья бьет А7 БА С7 на король Б7 будет конь Д6 вилкой то есть справляются причем с большой легкостью черные ушли королем на Д8 а теперь белые даже пешку Е4 им не отдали то есть конь и изначально было 3 пешки а сейчас 4 оказались намного сильнее двух тяжелых фигур противника Ф5 Денис понимает что надо вытащить ладью с Е7 отправить ее в тыл к белым пешкам но уже поздно белых пешек слишком много и они потихоньку проходят то есть причем проходят так что становится ферзем с шахом и главное что и пешка А6 тоже рядышком то есть вот такую великолепную партию совершенно сыграл Артем да не без помощи своего противника но не надо забывать что в шахматы играют двое ну и заодно мы увидели что шедевры они не всегда рисуются на 20-30 ходах иногда в глубоком эшпиле удается найти вот такую красивую идею еще раз поставлю вам позицию позицию перед ходом b4 мне кажется очень красивая очень красивый ход b4 ну и все это не получилось бы если бы белые в свое время не пожертвовали качество а черные соответственно не приняли бы жертву то есть здорово когда играют боевые игроки между собой даже в самых казалось бы спокойных равных ничейных позициях они умудряются найти вот такие красивые идеи ну все на этом попрощаюсь надеюсь что ненадолго будут у меня еще ролики мне есть что рассказать и по своим партиям а уж по чужим тем более все до свидания